Одна из самых масштабных выставок в технике «Масляная пастель» открылась в Чувашском государственном художественном музее. Своей работой представила член Союза художников России Наталья Смирнова. Лирический романтизм, тихая грусть и радость человеческой жизни – все это красной нитью проходит в творчестве Натальи Смирновой. По словам самой художницы, тяга к рисованию у нее от отца, страстного любителя искусства. Именно он познакомил девочку с художниками города, водил ее в музеи и на все выставки, проходившие в Чубаксарах. Вдохновение я получаю от природы и от нашей волки. Мы живем в таком благодатном краю, наверное, даже не понимаем, сколько энергетики и сколько любви нам дает наша река. Поэтому те работы, которые у меня связаны и с нашим краем, и с рекой, я думаю, что они наиболее для меня значимы. Любимый материал Натальи Смирновой – масляная пастель. Он привлекает ее благородством, чистотой и свежестью цвета. Взяв масляную пастель, она искала в себе определенные технические приемы, способы передачи. А что это значит? Это значит, надо найти такой образ, такой мотив, который укладывается на требования и специфические особенности вот этой техники. У нее это получается. У художницы есть свой список тем, к которым она всегда возвращается. И основная – русская старина. Резные наличники домов, покосившиеся заборы. Ничто не ускользает от внимания мастера. Все в ее работах наполняется особым звучанием. Еще одна важная тема творчества Натальи Смирновой – это родные корни, истоки, семья. В созданных ею портретах все внимание сосредоточено на главном герое – его богатом внутреннем мире. Настолько трогательна эта картина, она так глубоко западает в сердце и так остается в нем надолго, что я все время к ней возвращаюсь. Это удивительно. Я не знаю, как еще можно отблагодарить художника, кроме как сказать огромное спасибо Наталье Борисовне за то, что она есть. Помимо активной творческой деятельности Наталья Смирнова – успешный педагог. С 1990 года она преподает на художественно-графическом факультете Чувашского государственного педагогического университета. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Республика.